Движение по шести полосам Московского моста будет открыто уже в конце ноября. Реконструкция объекта вышла на финальную стадию. Сейчас подрядчики укладывают асфальт. Ход работ сегодня проинспектировал глава региона. На реализацию проекта направили более полутора миллиардов рублей. Новый мост разгрузит потоки машин в обе стороны по три полосы. И соблюдать вопросы безопасности для пешеходов до улицы водопроводной около 5 миллионов выделили с городского бюджета для того, чтобы создать комфортную среду. И мы сейчас сегодня определили по дате открытия 27 ноября мне доложили, даже раньше предусмотренного государственного контракта строители готовы сдать этот объект уже полностью в эксплуатацию. При возведении Московского моста подрядчики применяли высокопрочные материалы из монолита. Срок службы не меньше 100 лет. По пролету моста и пролету путепровода будет уложено два слоя асфальта. Для пешеходов будет установлено барьерное ограждение и со стороны конуса перильное ограждение. А в городе спутники реконструируют мост по улице Советской. Здесь тоже обновляют покрытие. Стоимость муниципального контракта 30 миллионов, но эффект от проведенных работ более весомый. В ночь в Баксарске ликвидируют аварийный участок. Реально по объемам. Когда можете начать работу завершить? Первый ноября. Первый ноября. Препятствия какие? Пока никакие. На финальном этапе и благоустройство набережной Волги. За этот проект проголосовали горожане. Комфортной прогулочной зоны муниципалитету не хватало. Подрядчики продолжают укладывать тротуарную плитку и устанавливают фонарные столбы. Набережную Новочбоксарска теперь не стыдно и туристам показывать. Здесь подходят у нас люди, красиво, знакомые места. То есть востребованное место, да? Да, востребованное место. Востребованное у горожан. Хорошо. Это первостроители попросили установить. Там вот до конца все же асфальт положили практически? Ну сейчас как раз ведутся работы. Бордюры мы установили. Будет укладка асфальта до конца до верхней Волжской набережной. Крайний срок благоустройства набережной 15 ноября. Но сдать работы подрядчики обещают раньше намеченной даты. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Александр Петров. Республика. В республике продолжают развивать систему оказания медпомощи шаговой доступности. Строительство современных ФАПов одна из приоритетных программ. Модульный пункт открыли и в селе Такаево Комсомольского района. Ленты в руки. Такаевский ФАП 179 в Чувашии. Реализация программы продолжается. До 2020 года в республике планируют обновить каждый третий фельдшерско-акушерский пункт. На сегодняшний день президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу, чтобы мы продлевали свое долголетие, свое активное долголетие. И поставил задачу перед регионами, перед субъектами Российской Федерации, чтобы средняя продолжительность жизни была 80 лет. На строительство ФАПа из регионального бюджета было выделено более трех миллионов рублей. Для оказания первичной медпомощи здесь есть все необходимое. Модульный пункт оснащен высокоскоростным интернетом для консультации со специалистами районной больницы. Михаил Игнатьев оценил качество удаленной связи. В новом ФАПе будут обслуживать более полутора тысяч человек. Раньше им приходилось добираться до районной больницы, что в 10 километрах от села. Федерский-Акушерский пункт – это значимые события в селе Такаево. Действительно, здесь теперь есть все условия для комфортного обслуживания населения. И хочу еще выразить слова благодарности руководству республики, администрации Комсомольского района, администрации сельского поселения за заботу о сохранении здоровья. В этом году в селе Такаево откроют и многофункциональную спортивную площадку. Строительство этого объекта ведется по программе реализации местных инициатив. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. Республика готовится отмечать столетие образования чувашской автономии и 550-летие Чебоксар. В Доме правительства прошло заседание рабочей группы по подготовке и проведению памятных дат. Основные вопросы Михаил Игнатьев обсудил не только с членами правительства, но и с главами муниципалитетов. Вся республика к празднику должна преобразиться, отметил глава региона. Каждый квадратный метр должен быть приведен в порядок. Даже где там нет, допустим, хозяина или хозяев. Закреплять надо эти территории своими решениями, чтобы каждый квадратный метр имел владельца, ответственного лица или ответственной организации, которая будет эту работу проводить. Ничего, не справитесь. Изменится обликом многих учреждений культуры, памятников архитектуры В рамках подготовки к празднованию столетия Чувашской автономии запланирована реставрация 56 объектов. На 29 уже идут ремонтные работы. А уже в следующем году к 550-летию столицы Чебоксарцы и гости смогут прогуляться по обновленной Красной площади, Московской набережной и по заливу. Кроме этого, в 2019 году в городе построят 10 детских садов, школу в Волжском 3 и откроют филиал школы номер 61 в Юго-Западном микрорайоне. В подготовку к юбилею начинаем вовлекать и городообразующие предприятия, организации. Рассчитываем не только на средства бюджетов, но и на средства инвесторов. Одним из примеров частного государственного партнерства может стать сотрудничество с Сбербанком. Планируем построить детскую площадку напротив музея современного искусства на Президетском бульваре, который находится между Московским мостом и Пешеходным мостом залива. По предварительной договоренности со Сбербанком сумма вложений составит около 15 миллионов рублей. Что касается культурной части празднования, то организаторы запланировали сотни мероприятий по всей республике. Всероссийский творческий конкурс Чебоксара от прошлого к настоящему, 1469 по 2019 год. Конкурс даст возможность жителям, гостям столицы республики, разных возрастных круг, профессий, конфессий, языком творчества рассказать о городе, о республике, поделиться своими мыслями и чувствами. Полученные произведения пополнить музейные коллекции Чувашского государственного художественного музея. Проект республиканского бюджета Чувашский республик на 2019 год и на планы 20-21 годов на проведение конкурса предусмотрено выделение 0,4 миллиона рублей 400 тысяч рублей в 2019 и в 2020 году 1,5 миллиона рублей. А и второе мероприятие – это подготовка сборника документов Чебоксары, документы материала 16-20 веков на основе архивных документов государственных архивов Российской Федерации. В Государственном историческом архиве Чувашской республики ведется работа по подготовке сборников документов Чебоксары, документы материала 16-20 веков. В настоящем времени, на сегодняшний день, подготовлены первые два тома. В праздничной программе заявлены и традиционные фестиваль народного творчества «Мродники России» и Чувашский праздник «Агадуй», а также Всероссийский культурный форум. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. Сегодня в Чебоксарах прошел обучающий семинар по реализации стратегии государственной национальной политики России. Поделиться опытом, обучить практикам диагностики и урегулирования межэтнических и межрелигиозных конфликтов приехали эксперты из Москвы. В Доме дружбы народов они собрали государственных и муниципальных служащих из Чувашии. В вашей республике, что касается мониторинга, не просто нет замечаний, а наоборот, все достаточно четко работает. Все поручения, которые через нас проходили, они вырабатываются, отрабатываются очень быстро и очень качественно. Знаю, что у вас там 36 объединений национальных какие-то более статистические национальности в республике. По данным мониторинга, здесь достаточно спокойный, очень такой комфортный фон межнациональных и межрелигиозных отношений. Качественный мониторинг, территориальная ситуация, сети интернет, привлечение экспертов религиозных национальных объединений к решению различных общественных вопросов – это лишь часть профилактической работы. А самый действенный способ предупреждения межэтнических и религиозных конфликтов – воспитание в обществе искреннего уважения и интереса к национальным культурам и традициям. Эту задачу можно решить, лишь объединив усилия заинтересованных сторон. Впрочем, в таком деле равнодушных нет и быть не может. Все три основополагающих элемента общества – это власть, это гражданское общество в виде СУНК, и это бизнес. Вот эти три элемента должны быть очень плотно завязаны и скоординированы. Вот это уже задача власти – собирать их. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Канажский суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно бывшего директора МУП «Чистый город» за растрату, превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Следствием и судом установлено, что с ноября 2015 по декабрь 2016 года по указанию директора этого муниципального предприятия, оказывавшего администрация Канаша услуги по сбору и перечислению в городской бюджет плата за наем муниципального жилья, из собранных с населения в качестве платы более чем 3 миллионов 400 тысяч рублей в бюджет была перечислена лишь часть. Оставшаяся в неправомерном пользовании МУП «Чистый город» свыше 2 миллионов рублей, он неправомерно направлял на расчеты с его контрагентами в том, для теми, кто обеспечивал вывоз мусора. Таким образом, администрации Канаша был причинен материальный ущерб на эту сумму. В 2016 году, препятствуя законной предпринимательской деятельности двух подрядчиков по вывозу мусора, он создал для них такие условия, что те, получая в результате его неправомерных действий лишь частичную оплату своих услуг, были вынуждены отказаться от исполнения договорных обязательств, в результате чего единственным предприятием по вывозу мусора с сентября по декабрь 2016 года стала коммерческая организация, владельцем которой был сам злоумышленник, который, вступив в должность директора МУП «Чистый город» 1 января 2016 года от имени этого муниципального предприятия в целях увеличения прибыли учрежденной им фирмы, заключил с ней соответствующий договор. После того, как компании-потерпевшие добились выплаты в свою пользу, у МУП «Чистый город» образовалась просроченная задолженность на 10 миллионов рублей. Кроме того, руководитель заставлял подчиненных подписывать фиктивные акты об оказании услуг. Чебоксарские ястребы готовятся к началу сезона. Буквально через пару дней стартует квалификационный этап Кубка России по баскетболу. Чебоксары, Тула, Саратов, Рязань, Тамбов и Самара. Из шести команд в одну шестнадцатую финала Кубка пройдет лишь одна. По словам нового главного тренера ястребов Юрия Жуканенко, к играм команда готова. Это хорошие игроки. Я не думаю, что они хуже, чем были игроки в прошлом году, в прошлом году. Может, даже это и лучший состав. Поэтому все будет зависеть от тренировочного процесса и от командного духа. И в тренерском составе, и в составе самой команды не обошлось без изменений. Экс-главный тренер Сергей Худаев остался в роли начальника команды. Его помощник Юрий Жуканенко вырос в должности и стал главным тренером. На место второго тренера ястребов назначили Владимира Гробмана. Команда очень, очень куражная. Мне нравится. Мужская команда воспринимает тренера как-то вот, знаете, так глядя сквозь его. И поэтому оценивать будет мужская команда тренера лишь по окончании сезона. Я бы захотел заслужить уважение команды. Спасибо. В состав ястребов вернулся и сын главного тренера Павел Жуканенко. Этим летом он перешел в команду города Химки Руна Баскет. Но так и не начал с ней сезон. Своего места в команде неожиданно лишился разыгрывающий Глеб Бегельзиммер. На своей страничке в соцсети он написал, что тренер считает уровень его игры выше, чем уровень команды. Это стало причиной увольнения. Теперь Глеб играет за сборную Тамбова. Правильный ли выбор сделал Жуканенко, узнаем совсем скоро. Одна из встреч Кубка Чебоксары-Тамбов. Кстати, игры начнутся уже 27 сентября в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Вспышки камер, модные образы, рекламные съемки в столице Чувашии стартовал проект «Фотомодель по-детски». На кастинг пятого юбилейного сезона приехали участники из разных городов России. Юные модели от 4 до 14 лет старались покорить членов жюри. Сегодня очень сложно будет оценивать детей, потому что дети, они все непосредственные, они очень интересные и по-своему уникальные. Поэтому мы будем, конечно, смотреть, вот на что я прощаю внимание, это на харизматичность детей, на то, что они спокойно, непринужденно могут общаться с жюри. И, конечно же, мне очень нравится, когда дети могут спокойно станцевать, что-то сделать, то есть какой-то сюрприз, ну, то есть какие-то домашние заготовки. Вика Орлова уже опытный участник подобных конкурсов. Ее копилки есть и победы. Она стала лучшей на конкурсе «Мисс и мистер Дед Китс». В этом году Вика получила звание «Мисс Умничка» на конкурсе «Мини-мисс Чувашия-2018». Я пришла на этот конкурс для того, чтобы, конечно же, победить и развивать свой опыт фотопозирования. В итоге из всех желающих финал должны пройти около 20 участников. Впереди их ждут обучающие уроки и тематические фотосессии. Проект продлится три месяца, и уже в декабре мы узнаем, кто станет новой фотомоделью по-детски. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика.